Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щековская Екатерина. И сегодня мы рисуем твидовый жилет в стиле Шанель. К этому видео я заранее готовилась, и весь процесс подготовки вы можете посмотреть у меня на ютубе. Я выложила, как рисовать твид, как рисовать цепочку в векторе, при этом не простую, а сложную, как из нее сделать кисть, и как рисовать тесьму с махрушками. То есть полный вот этот аккомпанемент, полную красоту, которая нам понадобится для жакета Шанель. А сегодня, сейчас мы будем рисовать именно сам эскиз, на который мы будем применять всю ту красоту, которая была заранее создана. Так что внимательно там все смотрите. У меня уже все подготовлено. Вот он твид, вот она цепочка, и вот она тесьма. Соответственно, ощущение уже есть от того, что это точно будет Шанель. Я открыла шаблон. Если вам нужен такой шаблон, пожалуйста, вы можете его скачать. Ссылочка под данным видео. Заходите, скачивайте, используйте. У нас есть другие шаблоны, другие фигуры, и мы сейчас активно над этим работаем. Рисуем нестандартные женские фигуры, фигуры плюс сайз, фигуры возрастные. Это очень важно, потому что, если вы шьете одежду, вам нужно рисовать на правильную фигуру, а не только на красивую девочку, модель 1,85 м с весом 50 кг, когда она очень высокая, худая, тонкая. Потом непонятно, как в реальной жизни носить. Так что у нас там много шаблонов. Заходите, смотрите. Все ссылочки оставляю под видео. Берем с вами наш шаблон. И поскольку у меня это будет жакет, я сейчас уберу две пары рук, потому что нам они не нужны. Вот. Этого достаточно. Теперь нажимаю плюсик. И смотрите. Создала новый слой, буду его рисовать половинку. В чем особенности жакетов Шинель? Они, на самом деле, очень простые, очень качественно сделаны. Как правило, это ручной труд. И, как правило, это твит в какой-то декоративной отделке. То есть здесь по конструкции особо ничего сложного нет. Вся красота идет в деталях. И как рисовать детали я показывала, потому что в рамках одного видео это большой объем. И это сложно все совместить. А сейчас наша задача сделать такой сборник из того, что было подготовлено, и получить очень крутой, красивый эскиз. Итак, поехали. Берем перо. Черный цвет. Пунктир убираем. И рисуем стандартную форму жакета. Жакеты Шинель, ну вот, более классического плана, они есть удлиненные. Но то, что мы привыкли, они все-таки более такие укороченные. Как правило, достаточно пряменькие. Так что по форме там не сильно все это преобладает. Все основную сейчас красоту будем делать, когда будем уже работать с тканью. Так. Я хотела сделать круглую горловинку. Бывают, что воротнички, но я хотела сделать круглую. Так. И рукавчик. Тоже бывает полнодлин, но очень-очень часто рукавчики бывают именно три четверти. Вот такие укороченные. Прямой рукавчик. Вот она база. Наличие выточек может быть, может не быть. Я нарисую. Но нужно уже смотреть. Плюс шаблоны наличия выточки на подходящем месте. Так. Рукав. И собираем. От центра. Вот он он. Самый скид. Теперь можно собрать спинку. Так. Тоже по плечу. И единая спиночка такая будет. Конечно же, там всегда вся красота в подкладке, в деталях, в обработках. Это все вручную делается аккуратно. Но мы сейчас рисуем именно внешний вид. Таташи на задний план. Все. Вот он весь эскиз. То есть этап подготовки был намного более длительным и сложным, нежели рисунок просто базового эскиза. Это жакет Шанель. Вы можете здесь добавить кармашки, если они вам нужны. Можете не добавлять. И так и так будет верно. Могу вот так добавить. Но, когда мы с вами смотрим на такого рода эскизы, чего-то всегда не хватает. Потому что Шанель это в первую очередь ткань и отделка. Так что мы берем с вами наш жакетик. Я даже сейчас его увеличу в размере, чтобы было лучше видно, какую красоту мы будем творить. И в двух цветах будет сейчас великолепие. Как легко перекинуть заливку из одного документа в другой? Взять залитый объект и скопировать его в нужный нам документ. Вот эти две заливки появились. Так что мы с вами сейчас делаем заливку. При этом, смотрите, я внутренне залью чисто черным цветом, потому что внутри, скорее всего, будет подкладка. Или могу залить его каким-то серым цветом, потому что там будет подкладочная ткань. Вот, видите, сразу рельеф и провали, их особо не видно. Ну, и вспоминаем, конечно же, отделка. Я сейчас нарисую линию, по которой у меня будет располагаться тесьма. И это и будет, в общем-то, основная фишка данного эскиза, которая будет его разукрашивать и делать именно жакетом Шанель, а не просто коротеньким жакетом. Так, вот это мы убрали. Вот у меня получилась линия. У нас есть вот такая волшебная тесемочка. Я могу попробовать одну и вторую. Точно так же их копируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Они тяжеловаты. Ну, вот они появились. И пробуем тесьму. Нужно поправить ее толщину. И сейчас нужно будет поправить еще вот эти фрагменты для того, чтобы был более мягкий угол и тесьма могла там правильно формироваться. Так. И здесь тоже. Я сейчас поправлю еще вот эти углы немножечко. Обязательно следить, чтобы там все было правильно. Так, поверху тоже более мягкую форму. Если нужно, можно добавить точку. Ну, вот смотрите, какая прелесть, какая красота получается. Вот так вот одна половинка, соответственно, по низу. рукавчика тоже она должна быть. Рукавчика тоже она должна быть. Это же тесемочка у нас. Можем отсюда переснять. Можем задать тесьму. 25 она у нас там, да. И можем еще сделать кармашки, если они нам нужны. Так. Тоже 0.25. Вот. Таким образом у нас получается настоящий жакет Chanel. При этом я не использовала готовых фотографий. Все объекты, которые используются в данном эскизе, они чисто векторные. И в этом плюс. Потому что вы можете с ними делать практически все, что вы хотите. Перекрашивать, менять. И работать с ними так, как вы считаете нужным. Вот сюда на центр. Вращаем. И вставляем. В программе тяжеловато, потому что действительно много деталей, много элементов. Но поверьте, оно того стоит. Вот такой жакет Chanel у нас получился. И давайте его попробуем сделать во втором цвете. Мы рисовали три до двух цветов. У меня есть светлый. Вид. Можно оставить тоже такую контрастную черную отделку и попробовать. У меня есть более светлый вариант тесьмы. Сейчас я попробую и оценю, насколько оно сюда лучше подойдет. Вот более светлый вариант тесьмы. А можно оставить и темный. Потому что и то, и то как бы фирменный оттенок. Элемент Chanel. Смотрите, как вам больше нравится. Две тесьмы, две заливки. И вот такая красота у нас получился настоящий жакет Chanel. Вы можете вытащить юбку, которую мы рисовали в самом первом уроке. Ее тоже залить нашими прекрасными заливками и получить костюм в стиле Chanel. Напишите, как вам этот эскиз. Я вам обещала, что мы будем усложнять. При этом смотрите, сам эскиз очень простой. Именно его техническая отработка. А уже вся красота идет на деталях. Пишите мне, что вы еще хотите порисовать. Какие у вас появились вопросы. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. И до скорых встреч. Пока-пока.